Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Здравствуйте! В эфире полезно-потребительская программа «Сохраняйте чек». Я Михаил Губернаторов, ваш гид в мире правильных покупок. Сегодня у нас вкусный выпуск. Сегодня я сохранил чек на весьма удобный товар. Он является ингредиентом более чем для 100 различных салатов. И сам по себе вполне полноценное блюдо. Его обожали как короли, так и обычные подданные. Он был незаменим в дальних походах и мог на удивление долго сохранять свой вкус. Однако специалисты говорят, что это не только вкусный, но и опасный продукт. Если выбрать неправильный, итог может быть плачевным. И расстройство желудка при этом не самый худший вариант. Что, заинтригованы и напуганы? Не стоит, все не так страшно. Речь сегодня пойдет о неповторимой и безобидной копченой грудке. Мы начинаем. Коптить те или иные продукты люди научились еще с недопамятных времен. Это позволило в условиях полного отсутствия холодильников продлить жизнь продуктам. При этом еще и улучшить их вкусовые качества. Сначала коптили мясо крупных животных, а после одомашивания птиц людские предпочтения навсегда перешли к мясу грудки. В наши дни продукт нисколько не потерял своей популярности. Напротив, стал массовым и доступным. Чем действительно пришлось пожертвовать, так это качеством. Согласно статистике, каждая третья копченая грудка вовсе и не копченая, а каждая десятая заражена сальмонеллами. Так что здесь нужно быть на чеку и выбирать только качественный товар. Как именно, расскажем в нашей программе. Но для начала узнаем, как Самарти делает свой выбор и на что ориентируется. Ну, если она небольшого размера, значит, она более молодая и мясо, соответственно, и потом блестит она, все-таки свежая, все-таки. И чтобы там не было жидкости лишней никакой. Я выбираю по цене мне, чтобы подходящее было. Чем дешевле, тем лучше. Внимание надо обратить на срок, когда упаковали, когда поступило у них. Вот это самое главное, наверное. Для того, чтобы понять, какой товар самый хороший и как его правильно выбрать, возьмем три упаковки копченой грудки от трех разных производителей. Героями сегодняшней программы станут торговые марки Акашева, Рококо и Фабрика Смирнов. В завершении программы узнаем, какая грудка быстро и вкусно спасет от голода, а какую лучше не покупать. Куриная грудка – это в первую очередь грудка, поэтому выбирать ее нужно, исходя из требований к аналогичному продукту без копчения. Срок годности, цвет, запах, консистенция. Все должно производить впечатление, пригодного к употреблению товара. Но это возможно, если продукт запакован. Если брать грудку на вес, то нет гарантии, что не покупаете кота в мешке. Кстати, она и может оказаться. Информацию о выработке, производителе и способе копчения узнать можно только со слов продавца. Упаковка куда более надежна. Но и к ней есть требования к герметичности и влагам. Согласно нормативному документу, допускается незначительное количество влаги и желе в упаковке, если под вакуумом или в газ, содержащий в упаковке, находится данный продукт. Но если мы видим очень большое количество влаги, то это говорит о нарушениях в технологии производства и также в рецептуре. Но покупатели чаще всего обращают внимание на цвет. И не зря. При желании с копченых грудок можно сложить настоящую радугу. Коричневый, бежевый, оранжевый, золотистые оттенки. Какую выбрать? По мнению специалистов, правильно копченая грудка нежно-золотистого цвета, без разводов. Она, так как подвергалась копчению, должна иметь светло-коричневый, такой золотистый, приятный цвет и допускается по ГОСТу незначительный сероватый оттенок. Пятен каких-то и так далее ничего быть не должно. Пятна – признак тухового сырья. Разводы – непрозрачный намек на коптильную жидкость, то есть на так называемый жидкий дым. Если мы видим, что окраска такой имеет не специфически для копченого продукта желтый цвет, причем есть какие-то неоднородности, это говорит о том, что использовалось бездымовое копчение, например. То есть это жидкий дым, такая добавка, которая используется на перерабатывающих предприятиях. Игрушка для домохозяек совсем рядом копченых продуктов сыграла злую шутку. Зачем тратиться на специи, опилки и прочие элементы качественного продукта, когда можно просто залить все дымом? Так и делают многие производители, и это не единственное средство на пути подлога. Нынешнее производство заключается в том, что производитель хочет увеличить выход готового продукта, таким образом инъецирует различные пищевые добавки с рассолами для того, чтобы увеличить выход. У таких продуктов мы видим не специфический крупный размер волокон мышечной ткани, филе грудки. Под копчением подразумевается тепловая обработка мяса, оказывающая консервирующий эффект. Поэтому грудку можно сразу использовать в приготовлении или подавать на стол. При этом за счет копчения она дольше хранится и имеет приятный вкус и аромат. Последнее тоже признак качества. Если сразу после вскрытия упаковки вся комната наполняется приятно дурманящим запахом, отложите курицу в сторону, не обманывайтесь. Это говорит о недобросовестности производителя, о том, что использовалось не совсем качественное, то есть свежее сырье, которое производитель хочет сымитировать и закрыть вот этим вот запахом копчения. То есть этот продукт подвергает копчению в более длительный промежуток времени, поэтому мы и наблюдаем такой излишний, слишком выраженный запах копчения. Настало время и наших участников проверить на качество, согласно советам специалистов. Ну что же, начнем наши ГУПАКО-субъективные тесты. Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. В первую очередь рассмотрим упаковку, нет ли на внутренней поверхности большого количества влаги. Это признак нарушения рецептуры и техники приготовления. В этом испытании лучше всего себя показал участник под номером 2. Остальные конкурсанты содержали слишком много влаги в упаковке. Теперь взвесим каждого из конкурсантов, насколько реальный вес соответствует заявленному на упаковке. Уличить в недовесе никого не удалось, поэтому каждый получает по баллу. С кроме упаковки посмотрим на цвет. Он должен быть золотисто-коричневым и никак не ярко-оранжевым. При этом окраска должна быть еще и равномерной. Участник под номером 1 в этом испытании ничего не зарабатывает. А вот конкурсанты под номером 2 и 3 получают по баллу. Их цвет наиболее соответствовал норме. Последнее испытание – волокна. Если они слишком крупные, легко отделяются или имеют элементы разрыва, такой продукт содержит большое количество рассола для придания большего веса. Единственные, кто справился с этим испытанием, был третий конкурсант. Он получает балл. Кстати, если на среде вы также обнаруживаете следы коричневых разводов, то это не что иное, как краска. Ее также используют для того, чтобы выдать вареную курицу закопченую. Будьте внимательны и не забывайте наши советы. Копченая грудка богата белком. Это незаменимый материал для наращивания мышечной массы. С последним нашим испытанием мы отправимся к человеку, для которого хорошо выглядеть, в буквальном смысле слова, образ жизни. Павел Терешин – фитнес-модель. Каждый его день бесконечные тренировки и многоразовые приемы пищи. И куриная грудка в его рационе – незаменимый продукт. Ну, я занимаюсь спортом уже с детства, то есть очень давно. В последнее время я активно занимаюсь фитнесом. Куриная грудка – ну, это незаменимый рацион. Незаменимая вещь в рационе любого спортсмена. Ему на пробу предложим наших конкурсантов и попросим выбрать самого лучшего. Ну, суховатый на самом деле. Какой-то ненастоящий. Вкус хороший, мясо мягкое, не тянется. Ну и посочнее. Но мы еще не пробовали третий вариант. Ты ошибся. Это намного лучший вариант. Самый лучший вариант третий. В слотной таблице представлены результаты всех испытаний. Наши участники достойно боролись, но в лидеры выбился лишь один. На этой неделе лучше оказалась копченая грудка компании «Фабрика Смирнов». Поздравляем победителя. Надеюсь, теперь вы точно знаете, какой цвет у хорошего продукта, как определить качество в домашних условиях и что нужно помнить при выборе. Главное – всегда сохраняйте чек, чтобы было что тестировать. Увидимся на следующей неделе. Пока.